Пять лет назад в Москве была открыта выставка современных художников, которая впоследствии получила очень много положительных отзывов из Европы и, в частности, из Германии. Необычность этого события заключалась в том, что в основу сюжетов живописных полотен легла альпийская симфония Рихарда Штрауса, а точнее, эмоции, которые были пережиты художниками после ее прослушивания. Итак, художники собрались в галерее современного искусства для совместного обсуждения эмоциональных переживаний, полученных ими после прослушивания альпийской симфонии Рихарда Штрауса, и для работы над будущими эскизами. Идея Рихарда Штрауса, выраженная в музыке, – это восхождение на гору, а затем нисхождение. Но сюжет также можно понять как метафору человеческой жизни, которая начинается небытием и заканчивается небытием. И это все отправляет нас к философии Фридриха Ницше и к его образу сверхчеловека, который сбрасывает вниз все устой и стремится к перерождению. Особенно интересны в этом ключе картины московской художницы Ривки Беларевой. Суть ее полотна «Башня», написанного под впечатлением части симфонии «Гроза и буря. Нисхождение» заключается в крушении старого порядка. Падающие здания в потоках обозначенного белилами ветра символизируют бурю, буквальную и метафорическую, свержение старых идей и приход новых, смену парадигмы. У Штрауса горы – это не произвольная форма рельефа и не предмет географии, а така бесконечная космическая пустота, на фоне которой разворачивается человеческая трагедия. Ведь именно человек находится в центре симфонии, но не только его физическое передвижение и путешествие, но и внутренний путь, становление. Именно так интерпретирует Ривка музыкальный язык немецкого композитора. Вторая картина Ривки Беларевой «Маг» олицетворяет нового героя, сверхчеловека, во власти которого настоящее и будущее, того, кто стоит на вершине и обозревает мир, создав себя сам. Кроме того, у Ривки есть живописная серия «Секретный сад», созвучная идеям башни, которая выставлялась во Франции. На каждом из восьми полотен изображены женщины, символизирующие погружение внутрь себя. Секретным садом в Италии эпохи Ренессанса назывался особый, скрытый от посторонних глаз частный сад, уединенное место, где хозяин оставался наедине с собой, своими мыслями, чувствами и воспоминаниями. Рихард Штраус также исследует различные состояния и формы человеческого сознания, памяти и психики. Кто поднимался на высочайшие горы, тот смеется над любой трагедией на сцене и в жизни. Эта цитата из культового трактата «Так говорил Заратустра» могла бы стать эпиграфом кальпийской симфонии Рихарда Штрауса, которая рассказывает нам об одном дне, проведенном в горах. Но не только труды великого немецкого философа вдохновили Рихарда Штрауса на создание данного симфонического произведения. Если обратиться к дневникам композитора, то его глубоко потрясла смерть великого австрийского композитора, симфониста, педагога Густава Малера. Уже позже Рихарда Штраус напишет в своих дневниках «Я назову свою симфонию Антихрист, поскольку она обозначает полное очищение человека, поклонение Богу и вечной великолепной природе». И несмотря на глубокий философский смысл, альпийская симфония очень описательна. Звон колоколов в стаде, шум водопада, зов альпийских рогов. Я приведу в пример всего лишь несколько частей, которые носят название этой симфонии. Рассвет, явление, у водопада, разные птицы на ветру, опасные моменты, цвет альпийских лугов, восхождение, гроза, буря. Возможно, после прослушивания этого выдающегося творения вы вернетесь к первоначальному названию произведения Антихриста. И зададитесь вопросами. Гроза и буря – это иллюстрация погоды или восхождение Антихриста? А может, это же и перевоплощение триумфального немецкого народа, который мы уже слышали в части на вершине, в дьявольскую бурю, которая накрыла весь мир в виде Третьего Рейха? Получается, что Штраус, подобно великому композитору, все-таки предсказал явление Антихриста, призванного убить Бога. Много вопросов и по сей день оставляет это сочинение, но ясно одно – это хроника бессознательных процессов, внутреннего лабиринта и карта секретного пространства Личности. Продолжение следует... Продолжение следует...